Евро уверенно противостоит американской валюте после недавнего разочарования рынков, вызванного принятыми ЕЦБ мерами по расширению программы коричневого смягчения. Уверенности покупателям евро прибавили макроэкономические данные Германии, которые продемонстрировали рост, хоть и ожидаемый. Индекс потребительских цен в ноябре вырос, но все еще находится ниже среднего значения уровня инфляции ЕЦБ. Индекс потребительских цен ФРГ в ноябре вырос на 0,1% в соответствии с прогнозами аналитиков. В годовом исчислении также не было шокирующих или значительно высоких результатов. По прогнозам экономистов, уровень инфляции должен был подняться на 0,4%. Стоит напомнить, что на последнем заседании ЕЦБ, состоявшегося 3 декабря, было принято решение сохранить процентную ставку, но понизить депозитную из-за низкой инфляции Германии и других стран еврозоны. ЕЦБ сократил ставку до 0,3% и предыдущего значения в 0,2%. На этом же заседании Центробанк продлил программу покупки активов с сентября 2016 года до марта 2017. Но, судя по вышедшим данным потребительских цен, эти меры не оправдали ожидания рынка, которые прогнозировали увеличение объема ежемесячных покупок с текущих 60 млрд евро. Несмотря на это, евро смог оттолкнуться от недавних минимумов, хоть и не сильно, тем самым оказывая небольшое сопротивление американскому доллару. Вчера рынок полностью проигнорировал плохую американскую статистику. Так что сегодняшние данные по инфляции в Германии и промышленному производству в Италии, которые оказались лучше прогнозов, не сильно помогли единой европейской валюте. Если же данные по розничным продажам в США подтвердятся, то доллар продолжит укрепляться против евро и ближайшим ориентиром является 1,0850. Чиновники ЕЦБ поясняют, что текущая программа количественного смягчения может быть скорректирована в случае необходимости. Несмотря на то, что дефляционные риски отошли в сторону, уровни инфляции продолжают вызывать опасения. Аналитики отмечают, что в течение дня пара евро-доллар будет держаться уровня 1,0940. Доллар США все еще оказывает сильное давление на основные мировые валюты, так как вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе довольно высока.